В начале этого года в Японии полиция накрыла банду якудза, за которыми числилось 2000 преступлений. С 2018 по 2023 год группировка совершила свыше 2000 грабежей и мошеннических акций, ущерб от которых оценивается по меньшей мере в 27 миллионов долларов. В настоящее время в Японии арестовано уже более 70 человек, указания они получали через телеграм. Полиция считает, что глава якудзы это 38-летний японец по прозвищу Луфи. Якудза это японская мафия. Вы наверняка слышали о ней из кино или видеоигр. Она считается одной из самых богатых и процветающих в мире, а ее численность по разным подсчетам составляет до 110 тысяч человек в годы расцвета мафии. Сейчас же называют число около 20 тысяч якудза. Сегодня мы подробнее расскажем об этой легендарной мафии, из кого она состоит и покажем настоящие кадры. Если вам нравится формат, будем благодарны за лайк. Начинаем сразу после короткой рекламы. Наиболее известные кланы якудзы это Сумиоси Кай, Инагава Кай и Ямагути Гуми. Последний считается самой богатой преступной группировкой планеты. В 2015 году ее доход составил более 80 миллиардов долларов. Рассказывать полную историю развития якудзы мы не будем, а затронем лишь важные интересные факты. Точно неизвестно, когда они появились, но предположительно первые преступные группировки якудзы зародились в 17 веке. В основном в них состояли бывшие самураи, бандиты, торговцы и любители азартных игр. Само слово якудза означает комбинацию с трех карт. Восьмерка, я, девятка, ку, тройка, дза. Уточню, это самая худшая комбинация. Якудзы нельзя назвать просто бандитами. Это организация, четко выстроенная по вертикальной иерархии. Чем-то она напоминает традиционную семью. Глава организации – отец, Хоябун. Участники – дети, Кобун. Авторитет главы непререкаемо, а клан дороже настоящей семьи. Правила и традиции японская мафия переняла от самураев. Члены якудзы не должны перечить старшим, обсуждать приказы, потакать своим слабостям и проявлять снисхождение к подчиненным. Провинившихся наказывают ритуалом юбитсуме, который подразумевает ампутацию фаланги мизинца на левой руке. Это довольно известное явление. Ритуал должен совершить молча сам провинившийся, используя деревянный молоток или клинок воина. Отрезанную часть он заворачивает в платок и дарит главе клана. При повторных проступках член якудзы отрезает следующую фалангу или вообще весь палец. К слову, существуют протезы пальцев для бывших членов якудзы. Отличить якудзы от обычного человека можно по характерным татуировкам. Еще во времена самураев после каждого подвига воины наносили на кожу определенные рисунки. Чаще всего можно увидеть изображения драконов, самураев и цветов. Члены японской мафии предпочитают скрывать татуировки. И только на фестивале Санзя Мацури они демонстрируются. Татуировки якудзы можно назвать искусством, а на каждое произведение искусства найдется свой коллекционер. Так вот, доктор Иризуми когда-то собрал одну из самых жутких коллекций. Он сохранял усыпанную национальными мотивами кожу всевозможных японских бандитов. После их смерти он снимал с них кожу и пополнял коллекцию. Конечно, подобные кадры мы не можем показывать здесь на ютубе, но если вам интересно взглянуть на коллекцию этого безумного доктора, то переходите в мой телеграм по ссылке в описании. Позже там будут эти по-настоящему уникальные фотографии, но сильно впечатлительным аккуратно. Возможно, лучше пройдите мимо. Стоит отметить, что доктор делал это с разрешения якудза, а иногда даже предлагал заплатить за татуировку на коже мафиози, чтобы тот отдал ее после смерти. В итоге он собрал 2000 единиц кожи и около 3000 фотографий. До наших дней сохранилось примерно 105 кож. Члены якудзы почти не участвуют в бизнесе сами. В большинстве случаев они занимаются рэкетом, собирают взносы от собственников, которые те платят за защиту от других банд. Если по-нашему, то крышевание. В больших городах якудза контролируют рестораны, крупные торговые точки, развлекательные центры, промышленные и транспортные предприятия, в том числе порты, кадровые агентства. Группировки якудзы имеют личный офис, и адреса некоторых можно найти на сайте полиции Японии. Так, в 2011 году из японской компании Olympus Corporation был уволен генеральный директор по причине того, что он заплатил около полутора миллиардов долларов якудза. По некоторой информации, в период с 2000 по 2009 год компания списала более 6 миллиардов долларов. По предположениям полиции, примерно половина от этой суммы ушла японской мафии. Нечто подобное произошло и в 1994 году, когда вице-президент известной компании Fujifilm был убит Катаной за отказ платить мафию. Деятельность якудзы также распространяется на проституцию, игорный бизнес, торговлю наркотиками, оружием и людьми, контрабанду, а также на порноиндустрию. И несмотря на то, что мафиозные группировки якудзы начинали свой путь как изгои, со временем их структуры крепко вплелись в общество, что позволило им влиться в политику, поддерживая и финансируя партии. В 2012 году министр юстиции Японии Кейсю Танако был вынужден уйти в отставку после того, как была обнаружена его связь с якудзой. Все дело в том, что за 30 лет до этого он был гостем на свадьбе одного из членов якудзы. По его словам, изначально он не осознавал, в какой компании находился. Также якудзы часто помогали властям Японии, охраняя как полицейские участки, так и политических гостей. Например, в 1960 году во время визита американского президента именно члены японской мафии обеспечивали безопасность на улицах. В то же время якудзы часто становятся причиной беспорядков. В 2007 году мэр города Нагасаки был убит членом якудзы. Его застрелил 59-летний Тецуя Сиро, один из главарей клана Суисинкай. Свой мотив преступник описал тем, что он был недоволен расследованием ДТП, в результате которого пострадал бампер его машины. Достойная причина. В 2015 году в Японии практически произошла гражданская война. Крупнейшая группировка японской якудзы Ямагути Гуми раскололась. До этого подобное случалось в 80-х, тогда произошло около 300 вооруженных столкновений. Отколовшаяся группировка называлась Ко Бэ Ямагути Гуми и стала третьей по численности среди существующих группировок в стране. Уже в 2016 году насчитывалось около 50 столкновений. Борьба между группировками продолжается и в наше время. Так, в апреле 2023 года в Японии был застрелен владелец Лапшичной. Да, полгода назад. Мужчину звали Манаба Едима. Его тело обнаружила сотрудница заведения, которая отлучилась в магазин за покупками. Японец лежал на кухне с огнестрельным ранением головы. Как пишут некоторые издания, он был руководителем местной группировки якудза. Помимо самой мафии, с якудзой борются японская и другие правительства. Только в 2016 году было арестовано 20 050 якудза. В 2015 году этот показатель был больше на 1600 человек. В 2018 году в Японии смертельный приговор вынесли 7 членам преступной группировки Аум Синрикё, запрещенная в Российской Федерации террористическая организация, которая ответственна за инцидент в токийском метро 1995 года. Тогда преступники распылили газ Зарин, в результате чего погибло 13 человек и еще 6000 получили отравление. Два года назад окружной суд Японии приговорил 74-летнего лидера преступного синдиката Намора Сатору к смертной казни через повешение. Его обвинили в организации четырех убийств. Его жертвами были медсестра, полицейский и лидер рыбацкого кооператива. В апреле этого года японская полиция задержала 5 членов якудза, подозреваемых в контрабанде морских огурцов. По данным японских СМИ, они захватили 624 килограмма морских огурцов с территории местного рыболовецкого кооператива. В 2022 году американскими спецслужбами был задержан один из главарей крупнейшей в Японии организованной преступной группировки якудза Такеси Эбисава, который пытался приобрести ракеты ПВО, украденные на военной базе США в Афганистане. Только вдумайтесь. В качестве оплаты за оружие якудза планировал ввести в США не менее тонны наркотиков для их продажи на улицах Нью-Йорка и других городов. Несколько лет назад в Таиланде был задержан Сигихару Сирая, в прошлом занимавший высокий пост в якудза. Полиция задержала его в центральной части Таиланда благодаря завирусившейся фотке в фейсбуке. Сам якудза находился в тот момент в международном розыске. Помимо всего, якудза совершали и хорошие поступки. Это их, конечно, не обеляет, но все же расскажем. В 95-м году из-за землетрясения в Кобе пострадало много людей. Многим из них помогла именно японская мафия. Людей из пострадавших районах вывозили на скутерах, лодках и вертолетах, которые принадлежат якудза. В 2011-м году, когда Японию затопили цунами, одними из первых отреагировали именно якудза. Во многих местах на побережье мафия начала раздачу бесплатной еды и воды пострадавшим раньше, чем это сделало правительство. Якудзы помогали с разбором завалов и размещением семей, которые лишились крова. Во время пандемии коронавируса якудза бесплатно раздавали населению защитные маски и антисептики, ставшие в то время дефицитным товаром, а также проводили бесплатную дезинфекцию школ и больниц. Вследствие этих поступков, некоторые стали сравнивать японскую мафию с Робин Гудом. Некоторые якудзы даже принимают участие в сегодняшних военных действиях. Например, японец с позывным Харусан 20 лет был членом мафии якудза. По его словам, после тюремного срока в 10 лет он приехал в Украину, чтобы, цитата, «искупить грехи». Под конец расскажем вам интересный факт. В свое время с Якудзой был связан Федор Емельяненко. В 2003 году он участвовал в боях организации Pride, однако после боя с Юдзин Агата организаторы не стали выплачивать гонорар российскому бойцу. По некоторым слухам, за Емельяненко тогда вступили с Якудзой, угрожая организаторам боя. Данный конфликт попал в СМИ, после чего от Pride ушли спонсоры, а организация обанкротилась. Кстати, какое-то время назад я делал отдельное видео про преступления, преимущественно японцев. Дело в том, что они отличаются своей жестокостью, а учитывая масштаб этого, для азиат это скорее хладнокровие. Хотя мы многое не можем себе представить из того, что делают они. Если вам было интересно это видео, то и ролик про самых жестоких людей на Земле на нашей планете может быть вам полезен. Ссылку на него я оставлю в описании, он на моем канале. Не забывайте, что там же есть и телеграм, где позже будут те самые фотографии. Спасибо за просмотр, на связи. Продолжение следует...